Одной из главных причин ночных рейдов прокуроры называют участившиеся случаи применения как травматического, так и огнестрельного оружия подростками. Поэтому во время рейдовых мероприятий основное внимание полицейские обращают на молодежь. В ходе рейдов полицейские выборочно останавливали автомашины и тщательно их досматривали. Меня остановили полицейские, обыскали меня и автомашину. Ничего незаконного не нашли. Действия сотрудников полиции я считаю нужными. Надо почаще организовывать такие рейды, потому что многие парни ходят с оружием, а это угрожает безопасности людей. Не секрет, что с 2015 года в Казахстане полностью запретят ношение гражданскими лицами травматического оружия. Законом, в частности, предусматривается изъятие из гражданского оборота травматического оружия и перевод его в разряд служебного. Специально для этого сотрудники Абайского отдела полиции проводят акции по добровольной сдаче оружия. Стоит отметить, что добровольно сдав оружие, шимкенцы не только уберегут себя от уголовной ответственности, но и получат денежное вознаграждение. При добровольной сдаче населением оружия со стороны государства, естественно, есть вознаграждение. Поэтому пусть смело бояться не надо, приносят, сдают, естественно, будут за это вознаграждение. Акция «Город без оружия» на территории Абайского района проводится с 23 июня. Итоги акции показали, что проводимые рейдовые мероприятия дают свои плоды. На сегодняшний день сотрудниками районной прокуратуры совместно с сотрудниками Абайского отдела полиции было изъято 84 оружейных ствола. Из них 11 были сданы добровольно. Николай Путили, Николай Иванов, Роман Примкулов, информационная служба, телекомпания «Утрар».